Я с Владимир Федоровым, вместе с всей семьей на фронте было два брата, мама, отец, он уже в 43-м году, он уже был в госпитале, раненый, а мы с мамой уже в армию пошли, проходила часть воинская, и мы пошли туда, потому что он уже был, им это была редакция армейской газеты «Мужество», и там заболела аварийка. А 43 человека корреспондента, там, значит, такое повесили, такое объявление, кто может готовить, ради бога, придите, потому что у нас 43 человека, мы остались без гора, а мама, мы с Украина, мы с Дебальцева, и она такие же, варила борщи такие, она как только сварила борщ, такую, ну, там, это была армейская газета «Мужество», и как сварила борщ, и как выхожили там, а там, он был лауреат воинской премии по кофе, он был главный, он говорит, «Татьяна Васильевна, мы такие парши еще никогда не ели, нам никто еще так не ели, мы вас заберем с собой, мы заберем, вы только…» Она говорит, «Да как же я, а у меня же, а мне 13 лет, а у меня же дочка, ей 13 лет, да забирайте вы ее». Ну, и так мы всю войну дошли, и дошли аж до Болина. Ну, что самое страшное, конечно, бомбежка, вы знаете, то, что страшное. А потом фронт, на фронте были, и ну, хорошо, что я с мамой была. Мне всего 13 было, когда в армию пошла, добровольно, без призыва, вся семья на фронте шла. Брата два, состав вводили, пушки, танки, все на фронт. Сколько братьев тех бомбили, знает тот один-то, а отца уже не стало в 43-м, по дороге, в Ельце где-то за король, и там он спит, последовавшись вновь. Мы же с мамой до Победы, всех врагов на зло, долгожданный день встречали в Венгрии. Ох, как далеко от этого года там шли. День Победы, День Граны, ах, как ждали мы тебя. А в конце войны твой клятвый нет, и брата, и у нас. Каменисты, лабиринты жизни нашей фронтовой, выпали на судьбы наши, беспощадной войны. Вот я пишу стихи. Сейчас вот, сейчас война опять идет. Могу только думать, что ее не должно быть. Это люди, они должны думать. Думать почему-то. Ну разве можно воевать? Ну что я в стране буду воевать? Или нет? Ну зачем? Живите себе как следы. Все равно будет все хорошо. Все равно мы победили.